По неумению, по неопытности рекомендуют его сажать январь, февраль. Вот конец марта, начало апреля, на мой взгляд, самое будет то. Хорневая система вылезла, уже давно его можно, в принципе, пересаживать. Лук-культура холодостойкая, и наоборот, даже вот на улице без минусов, где-то в районе 4, 5, 10 градусов тепла, он прекраснейшим образом развивается. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в видео я вам расскажу про сроки посадки лука, эксибишн и тому подобных, которые мы выращиваем из семян за один сезон. Вот мой лук, который посажен в конце февраля, вот в конце января. И сразу скажу вам, никогда не применяйте аминосил на луке, а то получится как у меня. В первый год, когда я выращивал лук, даже ролик есть, горе-луковый называется, из семян вырос в районе размера севка. В следующий год я послушал советов уже не из интернета, а от моих подписчиков, и лук у меня уже стал более-менее нормальный, в районе 500 грамм на луковице. Это касается эксибишна, и 150 граммов, это касается талисмана. Или триумф, или талисман, я почему-то путаю. Короче, вот здесь вот растет и такой, и такой, и эксибишн, и талисман. У меня здесь было отделено сушепалкой, но видите, по ботве можно сказать, что они абсолютно одинаковые. И бытует мнение такое, что лук нужно сажать чуть ли не в декабре, в январе, потому что у него медленная вегетация, хотя вегетация, заявленная производителем, в районе 120-130 дней. Соответственно, считаем, 4 месяца, если мы в июле его убираем, июль, июнь, май, апрель. Соответственно, нет смысла его высевать в январе. Вот январский лук. Давайте сразу расскажу, почему я не рекомендую использовать универсальный аминосил. Во-первых, скоро в линейке аминосил появится специальная для лука чеснока, это раз. А второе, этот препарат ведет к раннему созреванию. Я выращиваю этот лук как гигант, название лука я продублирую на экране, труднопроизносимое для меня, я по-русски-то еле-еле говорю. И, соответственно, вот этот лук у меня при применении аминосила, он все рос хорошо, шикарно, но начал раньше созревать, а я хотел его вырастить гигантом. Видите, ботва говорит о том, что это не недостаток, а золото, не какие-то болезни, это просто лук созревает. Соответственно, применение аминосила ведет к более раннему созреванию. Но хотя бы посчитать, конец января, это февраль, март, апрель, май. По физиологии лука он как раз сейчас на стадии созревания. Все эти луки практически и семян типа эксибишена, салатные сорта, и они выращиваются у нас, грубо говоря, сразу в готовку. Поэтому можно сажать его волнами, то есть пораньше и попозже. Смотрите, у меня вот такие приспособы есть. Это первый вариант приспособы, это второй вариант приспособы. Я использую для посадки луковичных, чеснока, этого же лука, да, всевозможных культур, редиски и так далее. При изготовлении шаблона главное сделать его под свою грядку, не шире ее, потому что он будет упираться в края. Лучше уже, чтобы можно было переставить два раза. Размер вы выбираете сами, то есть глубину делаете минимально, это 10 сантиметров. Лучше чуть больше, потому что можно будет просто не додавливать. Без перекопки я уже вот второй год сажаю все это дело, потому что у меня органическое земледелие с толстым слоем мульчи. Земля прекрасно себя показывает, то есть она мягкая, легкая и шелковистая. Тема без копать не пошла, не втыкаются палки. Мульчи был тонкий слой, и пес здесь бегал, и вот эту грядку он тоже утоптал. Почему еще я не рекомендую использовать аминосил на некоторых культурах, которые вы хотите, например, чтобы были гигантские? Потому что с тыквой у меня получилась такая же беда, она у меня выросла, все нормально, но 400 килограмм чуть не добрала, и очень хорошо созрела. О чем это говорит? О том, что действие аминосила было с точки зрения гигантомании не совсем корректное. То есть дозировки аминосила для гигантских овощей, я считаю, что нужно немножечко уменьшать, то есть не давать такую большую дозу, а именно давать маленькую. Но зато возревают семена, потому что схожесть, все, кто посадил мои семена, все отчитались, что схожесть замечательная. Даже если органическое земледелие без копания, но для посадки необходимо что-то посадить и вскопать, то берем лопаточку и копаем. И ничего там ни зазворного, ни запрещающего нет. Так же, как и при органическом земледелии, использовать в минимальных допустимых концентрациях и минеральные удобрения. Потому что основная ошибка в применении минеральных удобрений заключается в том, что мы не соблюдаем дозировку. Ну, это в двух словах. То есть идет засаливание почвы. Но это не так чревато чем-то, какими-то последствиями в открытом грунте, потому что у нас дожди, снега-то, все это уходит в нижний слой грунта. А вот если исходить из точки зрения тепличного хозяйства. Кстати, многие до сих пор советуют, в теплице надо чаще грунт менять. Он начинает там заражаться спорами брезенторных бактерий. Но фитофтора у нас летает везде. У кого-то есть она на томатах, а у кого-то нет. Это все дело в правильной организации питания. Те же самые аминокислоты в минимальных дозах. Их не нужно много. Они прекраснейшим образом себя показывают на всех культурах. Если сомневаетесь, как его применять, берите универсальный аминосил в жидком или в твердом виде. Кстати, мне чем-то больше понравилось жидкий. Потому что я его могу сам дозировать. А в твердом, когда там к корням это попадет, тоже не совсем понятно. Поэтому выбирайте тот способ, который удобен лично вам. Почему вот второй вариант я сделал, почему меня не устроил первый вариант? Потому что он сломался. Вот эта доска, она попала в брусочек с сучком, и он здесь обломился. Так, в принципе, если доску взять хорошую, то можно и им вечно пользоваться. Но такой вариант, на мой взгляд, будет просто вечный. То есть здесь полипропиленовая труба большего диаметра. Сверлим пером специальным, да любым пером, которым можете. И спаиваем. Все. Отрезали. Все получили. Вот такой вот прекраснейший инструмент, который в таком виде может у вас валяться под открытым небом. И ничего ему десятилетиями не будет. Этому, по-моему, уже третий год. Все на улице валяется. Ну, может быть, как-то там полипропилен немножечко страдает. То есть свои свойства водопровода он потерял. Но как инструмент для посадки он прекраснейшим образом себя чувствует. Кстати, дорогие друзья, если вы живете в кротоопасной зоне, если у вас повально попрет червь, попрет там бронзовка из-за применения органических методов, то попрет у вас и крот. Крот сам по себе, он не жрет корни. Но нарушая структуру земли, точнее, в общем масштабе он ее улучшает. То есть делает ходы, соответственно, воздухопроницаемость почвы улучшается. Но в конкретно условиях вашего огорода это может привести к печальным. Точнее, не печальным, а неприятным последовательно. Так что, если вы решили заводить вот такой вот огород с выделенными грядочками, не поленитесь на дно, положите антикротовую сетку. Это защитит ваши посадки. Но не защитит, конечно, общую площадь. Норки на газоне будут вот такие вот. Даже, говорят, деревья гибнут. Ну и, честно говоря, я не встречал таких вот, чтобы уж из-за крота прям деревья погибли. Ну, у всего, у каждого метода, так сказать, есть свои плюсы и минусы. А как же без них-то? Поэтому, если вы уж хотите получить урожай, то выбирайте свой удобный лично вам метод, который, во-первых, минимализирует ваши затраты огородные. Потому что, по моему личному убеждению, огород должен приносить положительные эмоции. И никоим разом не... Как вот пословица, поговорки говорят. В пять все едем на любимую дачу. А в воскресенье уезжаем с этой грёбаной фазенды. Это неправильный вариант. Сам по себе у меня вызывает только негативные последствия. Кстати, на дно грядок у меня уложены здесь доски, остатки отхода. Если вы недавно строили, то тоже ветки, доски крупные. Кидайте на дно грядки. Они будут служить питанием триходерми. И, всевозможным, почвенным микроорганизмам. Соответственно, самая главная ошибка тех садоводов, которые начинают его рано сажать, потом начинают его резать. Потому что он ложится просто. Вот этот лук я резал один раз. Этот лук я не резал ни разу. То же самое с корневой системой. Говорят, что чем больше отрежешь корневую, тем она лучше нарастёт. Вот, нерезаная корневая. Вот, нерезаная корневая. И, кстати, при посадке вот таким вот способом, контейнерным я его называю, нужно его хорошенечко пролить, а лучше вообще размочить, чтобы при пикировке его не повреждать корневую систему. Для того, чтобы минимально повредить корни. Ну, тут такой корневой ком, который придётся ещё вот так вот размывать, чтобы максимально безболезненно достать растение. И, кстати, если вы хотите вырастить лук пораньше, его не нужно прям сажать пораньше, на полгода. Его нужно просто посадить в индивидуальный стаканчик и потихонечку переваливать. Вплоть, конечно, до такого размера это будет извращением. Но до нормальных размеров, там 0,5 горшочек какого-то, и тогда у вас луковица вырастет значительно больше и быстрее, чем у тех, кто просто стрижёт, вегетативку нарушая. Ну, то есть убирая вегетативную часть. И корни то же самое. Сейчас я размой вам покажу. Блин, вот фиг размоешь корни, что они так заплелись. Вот видите, некоторые корневую систему обрезают. Но с одной точки зрения, с точки зрения наращивания новой корневой системы, обрезка может как стресс на растение повлиять более-менее нормально. Но понимаете, когда вот растение тратит свою энергию, которая получила от солнышка, получила где-то ещё, от питания какого-то, вот если вот эти корешки мы обрежем, то она будет их заново наращивать, то есть терять время. И мы, соответственно, вместо того, чтобы получать ранний урожай, мы будем ждать и травмировать наше растение обрезками, травмировать наше растение обрезками корня, пикировками. То есть чем меньше вот таких вот ненужных операций, тем ваше растение развивается быстрее. Подкормок я здесь не давал практически никаких. Пару раз за всё это время, 3-4 раза я его полил, конечно же, моим любимым аминосилом, потому что реально отклик лука на него замечательный. Применять аминосил или не применять, дело ваше. Можно применять вот такие вот гранулы, они пролонгированного действия. То есть, соответственно, сегодня я буду их кидать в луночки при посадочке. Что касается мульчирования самого лука, любого, я два года тестировал на луке, мульчирование приводит только к положительным результатам, отрицательных воздействий. У меня конкретно на участке, я всегда рассказываю про свой участок, у вас могут быть какие-то свои тонкости, нюансы. Возможно, у вас слишком и так мокро, климат другой. Ой, друзья, и главное помнить, что когда распускается черемуха, будет заморозок. И на это время, если вы уже до этого срока высадили лук на постоянное место, необходимо его укрыть. Можно укрывать пленкой со спонбондом, можно просто спонбондом. В зависимости от длительности и силы заморозков в вашем регионе. Сажать, конечно же, в лед его нельзя. Лучше, чтобы земля прогрелась хотя бы до 10-12 градусов. Тогда корневая система будет с удовольствием усваивать и фосфор, и калий, и кальций, и, соответственно, азот из почвы. А почва у нас всегда, в принципе, все это есть. Вопрос, насколько это растение может взять, в какой форме находится это питание. Но самое главное, когда вы выращиваете любую культуру, обеспечить ей в рассадной части, если это рассадным способом, идеальные условия. Чем ближе условия к идеальным, тем крупнее у вас получится продукт. Если условия не идеальны, и делать ненужные манипуляции, которые в большинстве своем реально ненужные, вот стрижка лука, это реально вынужденная мера тех, кто посадил лук раньше нормы. Поэтому сажать, ну зачем делать своими руками, то, что приводит в итоге к лишним действиям, к лишним манипуляциям. Я, честно говоря, даже вот не вижу. Вот лучок, он прекраснейшим образом, правда, одна стрижка была, ну не успевал я вынести в теплицу, потому что в этом году вот реально просто погода феноменальная. Ну ничего страшного, слава богу, что хотя бы снег не лежит в мае месяце. Поэтому, дорогие друзья, подбираем конкретно сроки и все вот эти вот манипуляции с конкретно вашим регионом и вашими условиями. Если вы дачник выходного дня, это одно. Также следует учитывать то, что регионы есть разные. Лук нужно убирать до сезона дождей. Если вы не успеете, то, соответственно, у вас он просто начнет гнить, преть там, и всевозможные болячки, болезни. То есть, если вы высаживаете его январь-февраль, то в марте месяце его крайняк нужно в грунт уже. Но вот в рассадной стадии, чтобы он укрепился у вас, не ложился, я бы очень рекомендовал его выносить в теплицу, когда вот сильных заморозков нет, на ночь убирать в теплицу, днем выставлять на открытое солнышко при плюсовой температуре. Вот вырастает, вот такая вот рассада. Тут я еще раз повторюсь, на экране повторю, какие сорта, даты посадки. В описании эти данные продублирую. Задавайте вопросы, если вам что-либо непонятно, либо интересно. Можете поделиться в комментариях своими успехами, но в комментариях фотографии редко можно прикрепить, поэтому присоединяйтесь к группе в Телеграм, будем там обсуждать, да там уже обсуждаем, у кого, как, что растет, тонкости и нюансы, какие-то подкормочки, какие-то вещи, которые необходимо, точнее не необходимы, а кто-то испытал на себе, конкретно под свои условия, и дало положительный, либо отрицательный результат. Размыли с небольшим заглублением, вот так вот я, как и в том году, заплетал корешки. После посадки обильно полейте, и вы после этого скажете, что это не стресс для растения. Я надеюсь, вам видео мое было полезно и интересно вам, как всегда, в завершении ролика. Я хочу пожелать здоровья, а все остальное приложится. И поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам было полезно, либо интересно. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok